Я начала есть все. Когда пришло осознание, что я могу есть все, у меня начался жуткий зажор, в том числе и углеводами. 4 банана за раз, сладкая, выпечка. Я хотела углеводы в любом виде. Каша, десерты, фрукты, виноград. Это был просто ужас. И, конечно, я начала молниеносно поправляться. Поболтаем? Привет! Я Светлана. Вообще, я профессиональный нутрициолог и многое еще чего эксперт. Но не сегодня. Решила без официоза выбрать время на поболтать. Предлагаю тему на сегодня «Кето-диета. Мой опыт». Вы, кстати, можете написать в комментариях следующую тему. В 2022 году мода на кето-диету побила все рекорды популярности. Почему все дело… Ой, стоп, у нас же посиделки. Если вам интересно, что происходит с телом во время кето-диеты, смотрите мое видео «Кето. Быстрый сброс веса с последствиями». Я же хочу поделиться своим опытом. Возможно, он кому-то поможет избежать ошибок. А ошибки в похудении болезненные. От 10 до бесконечности лишних килограмм. Нарушение пищевого поведения и пищевая зависимость. Поэтому слушайте, если не хотите услышать «А я говорила, я предупреждала». Я узнала о кето-диете в 2017 году на одном из курсов по диетологии. Она оказалась для меня актуальной тогда, потому что я мечтала снизить вес до нижней границы своей нормы – 59 килограмм. Я решила попробовать. Тогда я практически все программы питания, диеты, которые изучала, пробовала на себе. Составляла программу, взвешивала продукты, готовила, оценивала, насколько это вкусно и результативно. Мне было интересно, что будут испытывать люди, которым я рекомендую конкретную программу питания. И какие результаты стоит ждать. С апреля 2017 года я решилась. И знаете, мне прям зашло. Из плюсов энергия увеличилась просто в разы. Я стала быстрее бегать с 7 километров в час до 12 километров. У меня уже тогда была насыщенная жизнь. Бизнес офлайн, вела школу коррекции веса, персональное сопровождение. Много училась и меня еще хватало на ранние подъемы. Но соблюдать кето-диету было нелегко. В рационе моей семьи продуктов подходящих было мало. А обычные продукты из холодильника не подходили. Мне приходилось постоянно заботиться о том, чтобы у меня были необходимые продукты. Отдельно к покупкам для семьи приобретать продукты для себя. Второй минус. Стоимость питания. Небюджетная. Если грамотно расписать кето-программу питания, чтобы она была разнообразной. Много зелени, овощей, красная рыба, икра, авокадо. И это ежедневно. Но я настроилась капитально. И никакие сложности мне не мешали. Шесть месяцев продлился мой эксперимент. Результаты были действительно крутыми. В новых 59 килограммах, наконец, я выглядела так, как хотела и чувствовался прекрасно. При росте 173. Но жизнь не идеальна. Появляются проблемы, обстоятельства, которые меняют фокус. Думаю, что многим отзывется проблема, когда настраиваешься, занимаешься собой. И это происходит какое-то время. Но потом случаются какие-то обстоятельства. И уделять внимание себе получается меньше, чем раньше. Так случилось у меня. Когда отдельно питанием, только для себя, мне просто стало некогда заниматься. Сейчас я питаюсь рационально. И на нем в выборе продуктов проблем нет совсем. Даже когда нет времени. Можно просто взять обычные продукты. Лаваш, курицу. Быстро нарезать салат. А с кето все сложнее. Гораздо. И покупка, и готовка. С кето я ушла в рациональное питание. И тут понеслось. Я начала есть все. Когда пришло осознание, что я могу есть все, у меня начался жуткий зажор. В том числе и углеводами. Четыре банана за раз. Сладкая, выпечка. Я хотела углеводы в любом виде. Каша, десерты, фрукты, виноград. Это был просто ужас. И, конечно, я начала молниеносно поправляться. Я пыталась вернуться в кето, но не могла психологически. Моя психика сильно защищалась. Не хочу я этим заниматься. Не хочу больше жить в таких жестких ограничениях. В первый раз я зашла на определенных эмоциях. И думаю, многие поймут, когда худеешь в первый раз, у тебя такие эмоции. Все хорошо. Это как будто первая любовь. А во второй, десятый, тридцать второй, психика сопротивляется ограничениям. Бунтует и придумывает, что угодно, чтобы не дать посадить себя опять в эти рамки. Я начинала и бросала. Начинала и бросала. И в итоге у меня ничего не получилось. Я набирала вес. Причем молниеносно рос именно живот. Это мое фото последствий кето-диеты. С 59 килограмм до 68. За несколько месяцев. Конечно, я поняла, что питалась слишком долго на кето. Углеводное голодание и строгий запрет сформировали у меня пищевую зависимость. Я решила ждать и не обвинять себя. Медленно, но верно я начала восстанавливаться. Взяла за основу рациональное питание. Постепенно уменьшала углеводы. Не запрещала. Просто снижала их количество до нормального. Вернуть все, как было, оказалось очень трудно. Вдобавок вес очень плохо уходил. Но это на самом деле нормально. Если вы применяете жесткие программы похудения, то мягкие действуют слабо. В работе, как нутрициолог, я применяю кето-диета лишь кратковременно. Буквально на пару недель. Когда нужно вес как бы подтолкнуть. Либо когда он замер. Аккуратно возвращаемся в рациональное питание. Чтобы в голове не сформировались запреты и не пошла цепочка к срывам. К себе кето-диету я больше не применяю. Потому что она в принципе мне не подходит. Мне комфортно и сытно на рациональном питании. С увеличенным содержанием белка. Конечно же в допустимых нормах. Я даже сделала генетический тест, который показал мне то же самое. Я нашла подходящую программу питания методом проб и ошибок. Но главное нашла. На мини-курсах по снижению веса мы чередуем программы питания. То одна, то другая. Бывает выбирали и кето-диету, но всего лишь на 2 недели. На большом курсе нутрициологика, который длится от 6 до 10 недель, мы не берем ее за основу. Да, мы можем в индивидуальном порядке назначить. Но это временная мера, как некий толчок, чтобы сдвинуть вес. Я всегда открыта и делюсь знаниями и опытом на всех курсах. После мини-курса с программой кето я всегда говорила о том, что нужно обязательно вовремя выходить из кето и как правильно выходить. Но есть те, кто слушают и выходят. Они получили результат, радуются, что вес удержали. А были и те, кто продолжал кето-диету еще несколько недель и месяцев. И потом я получала сообщение с просьбами помочь остановить углеводный срыв. Люди были в шоке от того, что происходило с весом и пищевым поведением после длительного кето-питания. Но, к сожалению, помочь я не могу. Здесь требуется время, рациональное питание и снятие жестких запретов. И, собственно, после таких сообщений, когда я поняла, что люди не всегда придерживаются рекомендаций, считают, что им виднее, как лучше, не слушают эксперта, который испытал на себе все побочки кето, пользуются программой длительно, либо удешевляют пищевую корзину жирным мясом, маслом, сырами. Вроде бы вкусно, бюджетно. Однако липидный профиль меняется в худшую сторону. Мы видим повышение холестерина, не понижение плохого, а повышение хорошего, как это должно быть при кето-диете, потому что не те жиры преобладают в рационе. И после нескольких соц-сообщений я поняла, что кто-то написал, а кто-то промолчал. Я решила, что больше мини-курс по программе кето-диеты не провожу, потому что попадая в руки к непонимающему человеку, она достаточно опасна. Но повторюсь, что рекомендую кето-диету в редких случаях и только на короткий срок. Это моя история и мой опыт. Ставьте лайк и переходите на канал, если вам понравилось. Также пишите в комментариях, понравился ли вам такой формат. И, конечно, задавайте вопросы. Это была Светлана Никитчук. Всем пока!